ОМТВ – независимый канал в YouTube. Ваши просмотры, лайки, комментарии, репосты и рекомендации подписаться – вклад в создание новых сюжетов. Руслан, держись! Расплата за ловлю покемонов настигла российского видеоблогера Руслана Соколовского. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против молодого человека, который провел социальный эксперимент с целью доказать, что использование мобильного телефона в культовом сооружении для игры в дополненной реальности не понесет за собой никакой уголовной ответственности. Дело в том, что как только игра добралась до российского рынка, некоторые депутаты Госдумы и представители Московской Патриархии выступили с критикой в адрес творения японской компании Nintendo. А федеральные кремлевские каналы выпустили ряд сюжетов с предостережениями для ловцов невидимых зверушек. Игрокам объяснили степень последствий за ловлю покемонов в местах религиозного культа. Так, за ловлю покемона в чужой квартире могут привлечь к ответственности по 139-й статье УК. Это штраф 40 тысяч рублей или год исправительных работ. Актуальная к осени ситуация ловля покемона на избирательном участке. Если увлечетесь и помешаете голосованию, готовьтесь заплатить 80 тысяч или год трудиться на благо общества. Менее вероятно, но на фоне случаев в Америке возможно, ловля покемона на границе. Может грозить двумя годами тюрьмы. Ну и чего точно не стоит делать, это ловить покемонов в храмах. Здесь еще более суровое наказание. Штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Однако Руслан Соколовский решил проверить, как на практике будут действовать правоохранительные, точнее правонарушительные органы. На своем канале блогер разместил ролик, в котором он с помощью смартфона играет в Покемон Гоу в одном из храмов. На всякий случай Руслан начал сбор средств на адвоката. И не прогадал. Собранные деньги уже начал отрабатывать адвокат блогера Станислав Ильченко. Именно он сообщил и информагентствам о задержании Соколовского. А кто потерпевший? Их нет, но никто не мешает им появиться. Вот так же, если есть потерпевшие, если есть потерпевшие, да, и те лица, которых оскорбили, они могли бы заявить здесь о том, что они есть, и они согласны с этой мерой пресечения. Они рады этому, но таких лиц нет. Дело открыто по части первой статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, до пяти лет лишения свободы. И части второй статьи 148 Уголовного кодекса РФ «Оскорбление чувств верующих в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, до трех лет лишения свободы». Теперь дело за судом, который решит, арестовывать Соколовского или нет. Пока материал готовился к эфиру, суд состоялся. Судья Кировского райсуда Екатеринбурга Кристина Упорова арестовала на два месяца Руслана Соколовского, сообщила из зала суда активистка Елена Кораблева. «Привезли Руслана как страшного террориста из двери в дверь. В коридор суда пустили только журналистов», – написала Кораблева. Позже в коридор разрешили войти остальным, пришедшим на слушание. В зал суда не допустили никого, включая представителей СМИ. Возле суда группа поддержки Руслана, религиозно настроенных людей не наблюдается. Во время заседания в коридоре суда поймали покемона. Приставы на это не отреагировали. В любом случае было доказано, что ловля невидимых существ в сооружении, где люди молятся другим невидимым существам, может по меньшей мере привести к аресту. «Он же не миллиард украл, везите, арестовывайте, он же не миллиард украл, он не Васильева, езжать с ним, везите, вас расстреливайте, сжигайте». «Сын, дайте проехать». «Я вам скажу, что там сформирована целая средственная группа. То есть там, ну я могу ошибаться, по-моему, не менее четырех, то есть фактически это больше половины отдела. «Половина отдела будет заниматься?» «Да, то есть несмотря на то, что там происходит убийство, ну в городе, да, более тяжкие, вот целая группа на Соколовского». Соколовский опубликовал упомянутый ролик 11 августа 2016 года. На момент создания этого материала его посмотрели около полумиллиона человек. Блогер подчеркнул, что собирается играть в храме в знак протеста против законодательства, запрещающего это делать. «Для меня это полный бред. Кого может оскорбить то, что ты ходишь со смартфоном по церкви?» Сказал Соколовский. 19 августа стало известно, что Главное управление МВД по Свердловской области проводит в отношении Соколовского проверку. Пресс-служба Главного управления МВД в ходе мониторинга нашла этот ролик и передала его с резолюцией руководства главка специалистам Центра по борьбе с экстремизмом для проведения соответствующей проверки. Материалы также направлены гражданским экспертам, которые помогут определить, содержатся ли в ролике состав статьи 148 Уголовного кодекса «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», заявил руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых. «Если бы кто-то спросил лично меня, не как полицейского и пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области, а как гражданина, я бы ответил, что не на три года, как это указано в законодательстве, надо отправлять на тюремные нары таких покемонистов, а минимум на пять, а то и больше, чтобы другим неповадно было богохульствовать в святых местах», – сказал Горелых. «Без преувеличения могу отметить, что то дело, которому посвятил практически всю свою жизнь, безусловно, имеет важное значение. Особенно в настоящее время, когда нашу правоохранительную систему пытаются всевозможными способами очернить. Сейчас МВД Российской Федерации является одной из самых открытых государственных структур. Журналисты освещают все стороны деятельности органов внутренних дел. Мы абсолютно честно и открыто рассказываем практически обо всем, в том числе о выявленных собственными силами всевозможных предателях в погонах. Но поверьте, в нашей системе многократно больше честных и порядочных сотрудников, которые идут на работу не ради награды, а ради защиты интересов российских граждан от преступных посягательств». Федеральные телеканалы выпустили ряд сюжетов, которых Соколовского назвали «умалишенным», «богохульником» и «аморальным элементом». Видеоблогер из Екатеринбурга, прославившийся на всю страну как человек, искавший в храме на крови вымышленных персонажей популярной игры, теперь пытается убедить репортеров, что делал это не гонораро ради, а идеи для. «А какой гонораро, о чем вообще? Надеюсь, что дальше не прояснят, о чем они». Руслан Соколовский заявляет, что все это во имя социального эксперимента накажут его за ловлю покемона в церкви или же нет? Я считаю, уверен, что не накажут. Я уже пообщался с адвокатами, они говорят, что по-хорошему даже дело заварить не должны, потому что здесь нет никаких оснований для этого. «То есть, что имеет на это полное право, а права окружающих не скрывает, при этом его интересуют не сильно». Ааа, я такого не говорил вообще-то. Где я говорил о том, что права окружающих меня не интересуют? Я всегда говорил везде во всех своих роликах о том, что права одного начинаются там, где заканчивается права другого. Это абсолютно логично. Государство у нас светское. Должны защищать и атеистов, и верующих. Но почему-то у нас в стране все пекутся только о верующих. Вот откуда из этой вот мысли этот нехороший человек вывел мысль о том, что я, видите ли, не волнуюсь о правах людей. Почему? Покемоны с канала «Россия-24» вылили на блогера «Корыто помоев», после чего в его адрес посыпались угрозы и морализаторские поучения коллег по цеху. Суть и дело. Вот, наверное, многие знают, что буквально недавно на волне взрыва игры Pokemon Go власти запретили людям играть в эту игру в храме. Власти не запретили играть в эту игру в храме. «Россия-24» просто сказала о том, что это оскорбить чувства верующих. И почему-то все поверили. И почему-то на стране считается, что оскорбление чувства верующих позволяет тебе запрещать делать что угодно. Можно прийти даже, наверное, в храм, начать там дышать, и тебе скажут, что ты меня оскорбляешь. Если бы я реально мечтал только о том, чтобы спровоцировать конфликт на основе чувств верующих, я бы пришел и танцевал в храме или насрал там. Хотя, кстати, технически я однажды срал на Святой Земле, потому что это был один большой Кремль, вся земля была освещена, и там стоял биотуалет. Но там срали все, поэтому все окей. Я прилег внимание СМИ и миллионов людей к проблеме существования самого по себе закона оскорбления чувства верующих и к тому, что зачастую его используют вообще не по назначению, и сам он по себе не нужен. Дело в том, что Руслану показалось, что тупые православные люди просто пытаются ущемить его права. Так и есть. В нашей стране постоянно православные люди ущемляют права. Я не устану переводить тот пример о том, что в том случае, если ты придешь в храм и попытаешься рассказать про эволюцию, тебя оттуда выпнут нахер. А вот если посвященник почему-то переходит в школу, то все окей, чуваки. Он вам расскажет про то, что на самом деле нас создали тысяч лет назад, и про то, что на самом деле вытупаемые паства и должны нести бабки в храм. Но это замечательно. Естественно, что от планов ловить покемонов в мечети Соколовскому пришлось отказаться. А вот последователи иудаизма, наоборот, пригласили рискового блогера поиграть в покемонов в синагоге. В любом случае, Россия уже вошла в историю, как страна, в которой представитель президента призывает вырывать клиторы всем женщинам. А за игру на смартфоне в церкви можно загреметь за решетку. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Это решение я вообще рассматриваю как показательную, скажем так, форку, показательный процесс в 21 веке. А составляете по избранному процессу? Считайте, что такое, считайте, громкое заявление, считайте, что охота на колдунов и виден началась. Инквизиция открыта. Субтитры создавал DimaTorzok